О пожарной безопасности вспоминают, как правило, только после трагедии. Вот и сейчас в регионах начались проверки. Во Львове, например, сегодня пришли с инспекцией и в дом престарелых, и в детский интернат, и в роддом. Что обнаружили, знает Галина Якушко. Я убед, и прошу, и ты. Давайте. Во Львовском областном гериатрическом пансионате нарушения нашли сразу же. Нет пожарной сигнализации, аварийного освещения, а чердачные перекрытия не пропитаны огнезащитной смесью. Видите, обычным картонным папером, который, в целом, заборонен, вымыкачки, умотание. Здесь постоянно живут около трех с половиной сотен больных. Больше шестидесяти не могут самостоятельно двигаться и ходить. Инорядов поместили на четвертом этаже. За ними присматривают только шестеро работников. В случае пожара вряд ли успеют эвакуировать всех. Нога болит. Нога уходить не может. А кто бы вас врятувал, как бы горело? Никто не может контактировать. Руководство пансионата обещает, пациентов в течение месяца переселят на нижние этажи. Когда устранят остальные нарушения, сказать не могут. На противопожарную безопасность в этом году выделили всего 20 тысяч гривен. Это за мало, потому что мы вытратили на проверку опороизоляции. Зробили протоколы замера опороизоляции и перезарядку вонегасников. Сигнализация – это большая сумма. В данный момент нужно будет где-то более 4 миллиона. В этом центре на улице Таджицкая живут дети дошкольного возраста, лишенные родительской заботы. Часть из них тяжело больны. Инструкции, как действовать в случае пожара, дети выучили. Но проверяющие сразу находят серьезные нарушения, хотя воспитатели перед приездом комиссии спрятали все микроволновки и чайники. Пожарные говорят, проверки проводят регулярно и даже штрафуют нарушитель, но это не помогает. Обменное стягнение. На жаль, это стягнение не позволяет вплинуть на стан пожарной безопасности, поскольку оно и достаточно маленькое. В общем, оно осягается 170 гривен. В безопасности, в отличие от инвалидов и детей в интернате, могут чувствовать себя роженицы в роддоме номер один на улице Мечниково. Здесь недавно проводили ремонт, недостатки устранили, и сегодня никаких нарушений проверяющие уже не выявили. Глина Кушка, Юрий Голубенко, подробности, Телеканал Интер, Львов. Редактор субтитров А.Семкин